В связи с тем, что газ дорогой, я это уже, это все понимают, значит, и для того, чтобы обрести меньшую зависимость от этого дорогого газа, то совершенно правильное решение о том, чтобы там, где это возможно, заменить природный газ теми энергоресурсами, которые добиваются в Украине. Один из вариантов – это уголь. Уголь у нас действительно профицит угля, и его можно использовать для отопления. Что тормозит этот процесс? Во-первых, очень серьезная разница между загрязнением от угля и загрязнением атмосферы от сжигания газа. То есть, это достаточно для того, чтобы выйти на одинаковый уровень загрязнения атмосферы, очень дорогостоящее оборудование для исключения выброса в атмосферу той же серы и так далее. Соответственно, это удорожает проект. Средств от инвестпрограммы предприятия, которые можно получить только от потребителей тепла – это как бы утопия. Значит, очень дорогой будет тариф, и его практически никто не сможет платить. Поэтому и решение правительства предполагает передачу в концессию, либо в аренду, либо реализацию тех объектов, которые продаются, но при этом основные условия – это перевод на альтернативные виды топлива. По ТЭЦ-3 было два проекта. Проект первый – это применение водоугольной смеси, то есть это фактически переработка угля в порошок, добавление туда воды в определенных количествах и специальных присадок для того, чтобы можно было транспортировать эту жидкую смесь до котлов и там сжигать. Это первый вариант. И вариант второй – синтезировать из угля газ, и этим газом этот газ подавать на горелки котлов для выработки тепловой энергии. Вот этот второй вариант, кроме того, что он достаточно опасный, потому что сам газ, который синтезируется, он очень взрывоопасен, значительно взрывоопасен, чем природный газ. Водоугольная смесь – это более безопасное производство тепловой энергии. Когда я говорил о том, что мы будем переводить ТЭЦ-3 на альтернативные источники топлива, у нас был инвестор. Инвестор, который соглашался вложить в систему ТЭЦ-3 серьезные суммы. По мере того, как он рассматривал технико-экономику, то есть когда срок возврата, даже ресурсы частные, на сегодняшний день энтузиазма у инвестора поубавилась. Спасибо. 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 Спасибо.